Так, ребята, ваши мысли, что поймаем сегодня? Саня, что думаешь будет? Скумбрию и треску. Скумбрию и селёнку. Скумбрию и селёнку. Витёк, ты что думаешь? И краба. Три краба. Кум, ты что думаешь? Думаю, скумбрию и ещё одну скумбрию. Хорошо. Нам в тот раз не повезло, мы там ловили на каком-то утином по пруду. В этот раз вроде нашли место хорошее. Добрались мы до пункта назначения, значит. Вот ребята только начинают разворачивать удочки. Поглядим. Здесь прикольное место. Стоит как дома на сваях, то есть на воде. На вострое, вот такие крутые. Здесь рядом порт. Как дела, Александр? Есть что-то? Пока ничего. Пока тишина. Пойдём узнаем и Дмитрия. Как обстановка? Конечно, Дмитрий закинул под дома. Он хочет поддонную рыбу. Верховодку. Какой-то слезняк поймался. Поймал, Витя. Смотрим. О, неплохо. Что-то кум говорит, что поймал. Смотрим. Поймал! Кто это кум? А ну положи его. А ну положи. Это первая рыбка. Класс. Трясочка. Стоим уже два часа, ловим. Как словили одну рыбку, после этого была одна-две поклёвки и всё. Видимо погода не располагает. Не знаю, я думаю, ещё пару часов. Побудем, попробуем и поедим домой. А что делать? Не клюёт и всё. Вторую тянет кум. Вроде бы как. Всё в порядке? Так, смотрим, смотрим. Наверное, опять будет треска. Или краб. Что-то такое небольшое, мне кажется. Хотя... Краб. Что-то такое. Нет, банка. Жестяна. Наживка. Клюю. О, ещё один. Что это, треска? Да. Хорош. Только, что у нас чем дальше, тем они меньше. Первый был самый крупный. Этот меньше. На креветку, кстати, поймали. Два предыдущих, это было на блесну. Покажи наших. Вот там нашу волну. Покажи. Три штучки. Да, первая была самая крупная. Вот она, первая. Ещё бы хотя бы таких штук пять. Было хорошо. Тоже ребята ловят, но пока ничего. Так. Видимо, надежда ещё есть. Ещё одну поймали. По-моему, ещё одна треска, если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Немножко меньше уже, но тоже треска. На том же месте. Да. А ну забирай. Да. Так, там Димон поймал. Вытягивай. Вообще маленькая. Вообще маленькая. Креветка полностью. Во рту. Паська, конечно, здоровая. Ничего не скажешь. А вот моя краля, что я поймал. Покажи каких-то больших размеров, Саня. Что-то с каждым разом всё меньше и меньше идёшь. Слушай, ну это треска. Только маленькая. Мы сейчас отпустим, наверное. Она вообще на волоске висит. Отпускай её, наверное. Ну конечно. Снимай с этого и выкидывай. Братан, больше нам не надо. Мы придём с тобой через полгода. Больше не попадай. Что сказать. Поймали мы четыре трески. Одна первая была самая большая. Потом меньше, меньше и меньше. Как будто все были на убывание. Всё меньше и меньше размером. Клёв был не очень. Не так часто клевало. Сказал бы, что практически вообще не клевало. Вот. Поэтому опыт получили. Теперь пойдём в следующий раз. Приедем. Ещё раз будем пробовать. Может, это и погода повлияло. Потому что на улице холодно в крестьянном сане. Уже примерно минус один, минус два. И поднялся ветер. Как бы мы ещё и не простыли. Поэтому сейчас быстрее домой. Горячий чай. И варить уху. Потому что там особо не пожаришь, не поешь. Некая неприятность. Мы оставили машину здесь. Пришли, а стоянку закрыли. Теперь ждём, пока блюдо нам откроют. И мы уедем спокойно домой. Это капец какой-то. Мы в мутак. Пришёл мужчина. Там был, оказывается, кодовый замок. Бел кот открыл нам спокойно ворота. Говорит, что это просто стоянка для служебного персонала. И без проблем вообще. Открыл спокойно, без нервов. То есть, там, не говорил, не психовал, что чего здесь стали. Там и так далее. Сейчас приехали, будем отогреваться. Пить чай. Ну, уху, наверное, будем варить уже, возможно, завтра. Возможно, сегодня. Не знаю. Поэтому, ребята, подписывайтесь, ставим лайки, пишем комментарии. Всего хорошего, всех благ. Пока. Садись в кресло. Садись в кресло. Садись в кресло.